Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Сегодня Самарская государственная сельскохозяйственная академия это вуз федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования. На благо сельского хозяйства здесь работают академики, профессора, открыта аспирантура, высококвалифицированные педагогические кадры готовят специалистов по нескольким направлениям и специальностям. Приемная компания ВУЗ набирает обороты, одних только иностранных студентов в этом году уже принято больше, чем в прошлом, и активно проявляет себя районы Самарской области. Так что выпущенным в этом году специалистам уже идет достойная смена. Наша программа сегодня посвящена Самарской государственной сельскохозяйственной академии. Я представляю гостей в студии Александр Михайлович Петров, ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат технических наук, профессор. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Ну что же, приемная компания ВУЗ идет полным ходом. Расскажите, пожалуйста, много ли в этом году абитуриентов хотят стать студентами сельскохозяйственной академии? В этом году, как и в прошлые годы, мы, конечно, меряемся показателями сравнения. И этот год, он принципиально ничем отличает, не отличается от прошлых лет. Наши показатели приема примерно соответствуют тем же показателям, что и сложились по прошлым годам. И это нас радует. Почему нас это радует? Потому что в целом ситуация демографическая, она, к сожалению, не способствует тому, чтобы у нас вырастало количество поступающих в высшие учебные заведения. И для нас эта проблема, мы ее ощущаем, особенно на этапе проведения профориентационной работы, когда мы выезжаем в муниципальные образования и видим, какого количества выпускников школ в этом году по сравнению с прошлым годом. Конечно, это присутствие вот этого меньшего количества в аудиториях, в школьных классах. Это, конечно, нас мобилизует на то, чтобы мы работали еще более системно и полномерно в этом отношении. И как результат, наверное, этой работы в этом году на все наши направления, где необходимо сформировать контрольные цифры приема в соответствии с федеральным бюджетом и в соответствии с теми показателями, которые мы определили на условиях оплаты за обучение, мы в полном объеме это выполним. Для этого у нас все необходимые предпосылки есть. И картина нас на сегодняшний день, как я уже сказал, вполне устраивает и радует. Александр Михайлович, ну а на какие специальности вы, как ректор, обратили бы особое внимание абитуриентов в условиях современных требований модернизации? Ну, мы исходим из того же сегодня, какие специалисты востребованы прежде всего у заказчиков, у специалистов, у руководителей сельхозпредприятий. Именно для них мы прежде всего готовим профессионалов, специалистов, коллекционные кадры. И на этапе выпуска, когда мы встречаемся, и люди приезжают с соответствующими заявками, просьбами, прежде всего, конечно же, звучат пожелания, чтобы побольше готовили агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей. И это сегодня актуально как раз в развитии тех процессов, которые происходят и в стране, и в целом. То есть курс на импортозамещение, курс, который требует, чтобы сегодня внедряли современные технологии, повышалась эффективность производства. Но главный вопрос – это специалисты, это люди. Вот о них, конечно, надо тоже не забывать. И то внимание, которое мы в последнее время чувствуем, это, конечно, нас настраивает на позитивное настроение. Спасибо вам большое за ответ. А я хочу обратить особое внимание, уважаемых телезрителей, что периодически на ваших экранах появляются телефоны приемной комиссии. Возьмите себе их на заметку. И у меня логичный вопрос – сократилось ли, увеличилось ли в этом году количество бюджетных мест? Ну, проще говоря, сложно ли стать студентом? Проблематично ли к вам поступить? Либо все те, кто хотят и уже определились с выбором будущей профессии, поступить без проблем? – Количество бюджетных мест в этом году, я уже говорил, что у нас примерно сохраняется на прошлом уровне. Я приведу просто несколько цифр. На очную форму обучения у нас в этом году заявлено 335 бюджетных мест, на заочную – 175 бюджетных мест, и в целом мы имеем 510 бюджетных мест. Исходя из прошлых лет, мы предполагаем, и в этом году, наверное, такая же примерно будет картина, что мы наберем в районе 950 тысяч человек на первый курс. Соответственно, больше половины из них – это будут те студенты, которые будут учиться за счет средств федерального бюджета. Но остальные, соответственно, за счет средств, которые они будут оплачивать за обучение. Очень хотелось бы отметить отдельно, наверное, об этом сказать, что среди тех, кто поступает на обучение за счет средств федерального бюджета, есть те, кто будет учиться в рамках целевой подготовки. – Да, расскажите. – Целевая подготовка – это подготовка, которая осуществляется за счет средств также федерального бюджета, но по заказу муниципальных образований. И у нас со всеми муниципальными образованиями заключены договоры. 27 сельских муниципальных образований, соответственно, каждый год они заявляют определенное количество мест в рамках целевого заказа и, соответственно, подбирают из своих районов тех ребят, которые придут поступать на те или иные направления подготовки. И это, соответственно, уже мы знаем, что это гарантированное трудоустройство, потому что в соответствии с договором они после окончания вуза поедут и будут отрабатывать три года по распределению, которое определит само муниципальное образование. Вот это как бы выигрышная ситуация для нас, и мы это количество бюджетных мест, которые направляем на целевую подготовку, с каждым годом стараемся увеличить. И вот в прошлом году у нас была уже динамика прироста на 15%, и в этом году мы считаем, что тоже увеличим на 15-20% количество тех, кто будет учиться по целевому заказу. Александр Михайлович, я не могу не задать вам очень важный вопрос, потому что в основном студенты ваши, это, конечно же, иногородние жители, приезжают порой из других сел, городов, и сейчас сами об этом сказали. Хватит ли всем мест в общежитии? Или как у вас решается этот насущный вопрос? Это наше одно из конкурентных преимуществ, кстати. Когда мы говорим, вот у нас такой рекламный проспект, если, наверное, как у другого высшего учебного заведения, называем свои конкурентные преимущества, да, мы говорим о том, что стопроцентная обеспеченность общежития. Более того, если студенты и студентка там создают свою семью, мы им выделяем в общежитие, соответственно, малосемейное, где они могут, соответственно, вот свой небольшой уголок обустроить. И поддерживаем, соответственно, материальное и социальное все то, что связано с развитием семьи и ее будущим. Ну и, конечно, стипендиальный фонд, стипендии выплачиваются вовремя, ну потому что, я так предполагаю, это очень актуальные вопросы для будущих абитуриентов. Да, наверное, это для будущих абитуриентов и для их родителей очень интересно. Как и у любой, наверное, тоже государственный вуз, у нас есть определенные гарантии, обязательства, которые выплаты, это выплаты социальные, которые связаны с поддержкой, прежде всего, нуждающимся студентов. В соответствии с постановлением правительства на первом и втором курсе дополнительно выплачивается студентам стипендия в размере 6,5 тысяч рублей. Студентам, которые успешно обучаются на 4,5 и активны, допустим, в общественной жизни, занимаются творчеством, спортом, то на вторых и третьих, четвертых курсах мы дополнительно еще платим по 9, по 10, по 11 тысяч, в зависимости от того, как ребята себя проявляют в той или иной деятельности. И у нас таких ребят много, мы их поддерживаем, мы их стимулируем поездками в туристические поездки, в том числе предлагаем в этом году около 100 студентов на неделю уезжать в Туапсе отдыхать. Это все за счет средств социального фонда Академии. И вот сейчас очень актуально наверняка записать телефон приемной комиссии Самарской государственной из Хозяйственной Академии. Александр Михайлович, качественная подготовка студента невозможна без современной техники. И я считаю, что это постулат особенно важный для инженерных специальностей. Есть ли стремление постоянно улучшать, усиливать материальную базу, оснащая лаборатории учебной самыми современными, актуальными образцами современной техники? Конечно, качественное образование, но немыслимо без соответствующего уровня материально-технического обеспечения. И эту проблему мы решаем в том числе за счет того, что приобретаем технику. И в этом году, в частности, на эти мероприятия направлено 17 миллионов рублей федеральным бюджетом. Мы покупаем комбайн, трактор, который будет использоваться и в учебных, и в производственных целях, потому что в Академии есть еще земля, 5,5 тысяч гектар пашни, и мы ее обрабатываем своими силами. Это тоже серьезное подспорье в решении этих вопросов. Плюс у нас, конечно, нашими партнерами являются такие известные бренды и компании, как Джон Дир, Ростельмаш. И вот благодаря нашему сотрудничеству мы оборудуем специализированные аудитории, классы, в которых эти современные экземпляры, машина, оборудование, все это становится предметом изучения наших студентов в рамках лабораторно-практических занятий. И таких классов у нас за последние три года появилось пять. Это при участии, вот я уже названных компаний, таких же еще, как Евротехника Амазоны, Челновершинский машиностроительный завод, Энергоспецстрой. Я, конечно, пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить их за активное содействие в решении этих вопросов. Александр Михайлович, а в подтверждении ваших слов у нас есть видеосюжет, я предлагаю его посмотреть, а он называется Ростельмаш и Самарская ГСГА, партнерство во имя урожая. Внимание на экран. Ростельмаш и Самарская ГСГА В 2012 году при поддержке фирмы Ростельмаш и официального дилера ротор-лизинг Самарской области был открыт класс по профессиональному обучению техники концерна Ростельмаш. Использование на занятиях плакатного оборудования, мультимедийного оборудования значительно повышает качество знаний студентов и качество, соответственно, самого обучения. У нас имеется широкий набор, широкий спектр, начинают почвообрабатывающей техники, кончая уборочной техникой, самой современной, которую покупают не только в нашей стране, но и за рубежом. Здесь стоит зерноуборочный комбайн, яркий представитель из ряда этой техники, что дает возможность нашим обучающимся, нашим студентам быть в курсе самых современных достижений. На третьем курсе у студентов есть возможность закрепить свои полученные теоретические знания на производственной практике, работая уже непосредственно в ведущих хозяйствах Самарской области на именно этой технике концерна Ростельмаш, которая, по мнению студентов, стала для них уже родной. Ну вот сейчас вы видите самую последнюю модель комбайна, которую выпустил завод Ростельмаш. И она, конечно, попала в стены Самарской государственной сельскохозяйственной академии. И наши студенты первыми увидели этот комбайн и первые его изучили. И поэтому вот те студенты, которые пойдут работать уже на производство, они уже знакомы с этой техникой, они ее не боятся и будут ее превосходно эксплуатировать. Так как с данным дилером отважная связь по написанию методических указаний и пособий по конструкциям, регулировкам, настройкам как комбайна, так и, скорее, из этих машин, которые производит концерн Ростельмаш. Хочется отметить взаимодействие и напор самого директора Полянина Андрея Санисовича, так как его заинтересованность, как он сам говорит, учить нужно так, как учили тебя. И его учили на реальных самолетах, конструкциях, которые можно потрогать, ощутить. И мы также приверживались тому, что студент будет знать только тогда хорошо, когда будет это все трогать своими руками. Лично для меня, как для директора, официального дилера здесь, мне же очень удобно. У меня выставочная площадка, правильно сказали, здесь есть. Плюс на базе этой выставочной площадки проводят различные семинары, различные образователи, какие-то мероприятия, даже не со студентами, просто. Вот он, комбайн живой стоит. Идите его, смотрите, щупайте, крутите, вертите. Вот он, живой. Гляньте, как его сделали, как он собран, что это на уровне мировых брендов. Итак, это «Город С», и беседую я сегодня с ректором Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александром Михайловичем Петровым. Александр Михайлович, ну что же, трудоустройство и вопрос, на мой взгляд, определяющий для многих. Ведь расскажите, пожалуйста, как на сегодня ВУЗ помогает студентам найти работу? Главный вопрос, да, на самом деле, для чего мы готовим специалистов, куда они придут работать, да, соответствовать ли они будут тем, значит, требованиям, которые сегодня предъявляет, да, современное сельское хозяйство. Это вот вопрос ключевой, над этим мы работаем, не просто как это последние годы, и это имело место, да, у нас, что каждый уходил практически в свободное плавание. То сегодня, конечно, мы выстраиваем эти системные вопросы через, опять же, договорные отношения. Вот у нас есть, да, целевая подготовка студентов. То есть каждый четвертый студент, который учился за счет средств федерального бюджета, он трудоустраивается в соответствии с тем, что сегодня район определяет ему место работы. Более того, в соответствии с государственным законом Самарской области, кадровым потенциалом игропромышленного комплекса Самарской области, к заработной плате в течение трех лет ежемесячно молодой специалист будет получать 11 тысяч рублей. Сегодня вот такие меры поддержки существуют в Самарской области, и это позволяет нам, конечно, активно работать в этом направлении, привлекать ребятишек вот к тем проектам, которые позволяют им трудоустроиться по профессии, трудоустроиться на селе, трудоустроиться в сельском хозяйстве. Говорить несколько, если сказать несколько о цифрах, то я бы привел показатели вот последнего мониторинга эффективности высших учебных заведений, параллельно проводится мониторинг трудоустройства. Да, вот хотел сказать, многие люди по специалистам. Да, молодых специалистов, да. И это один из главных критерий, которые буквально вот недавно ввели, да, и Министерство образования на это обращает внимание. Вот для нашего региона этот показатель критериальный составляет 80% трудоустроенных молодых специалистов, и эти данные сегодня не мы предъявляем, как бы представляем, а представляет пенсионный фонд по тем отчислениям, которые идут от заработной платы трудоустроенных молодых специалистов. То есть мы даем только списки студентов, и по этим спискам определяют, трудоустроились они или не трудоустроились. И вот наш показатель сегодня, он превышает 80%, мы являемся эффективно работающим вузом и этим гордимся. Но это тоже стало, опять же, возможно, благодаря вот этой вот господдержке, о которых я говорю, тем трендам, которые сегодня происходят в сельском хозяйстве, это активная модернизация, да, это выход на новый рубеж экономического, прежде всего, наверное, вот состояния сельхозтоваропроизводителей, потому что сегодня по уровню рентабельности наши сельхозтоваропроизводители являются лидером Российской Федерации. 35% рентабельность в среднем по Самарской области у сельхозтоваропроизводителей. Это практически одна из немногих отраслей экономики и регионной страны, которая в последние годы дает положительную динамику роста. И поэтому отсюда вот складывается та картина, которая позволяет говорить о том, что наши студенты идут работать в сельское хозяйство, они трудоустраиваются по специальности. Вот, Кольж, мы с вами заговорили об эффективности, давайте порассуждаем о эффективности деятельности вузов, был опубликован мониторинг. Так вот, Самарская сельскохозяйственная академия подтвердила свою эффективность, выполнив 6 и 7 показателей. Во-первых, расскажите, пожалуйста, что это такое, зачем это, для чего, и самое главное, как это сказывается на эффективности, на качестве образования и подготовки самих студентов? Ну, знаете, это мониторинг позволяет, прежде всего, да, оценить результаты твоей работы, да, и увидеть себя в разрезе того, как выглядят другие вузы, сравнить себя, на каком мы находимся уровне, да. Соответственно, вот эта вот картинка, она позволяет и настраивать дальше работу своего коллектива так, чтобы нам где-то какие-то позиции укрепить, на каких-то позициях сосредоточиться, что-то увидеть того, чего, может быть, раньше мы не увидели. И по итогам мониторинга, конечно, мы их оцениваем, мы их обсуждаем, мы дальше думаем о том, как, где, в каких вопросах прибавлять. И за последние два года, я скажу, мы стабильно вот эти вот 6 из 7 показателей, да, обеспечиваем, превышаем пороговые значения. И что самое главное, что по всем 7 показателям у нас каждый год идет положительная динамика роста. Даже вот в том показателе, который мы сегодня, к сожалению, не можем, да, обеспечить это результаты единого государственного экзамена, да, но мы начинали 3 года назад с показателя 51 балл, то сегодня это уже 55 баллов. И к 2018-2019 году мы выйдем на уровень 60 баллов и будем соответствовать в том числе и по этому уровню. Александр Михайлович, традиционно в первые дни июля в Самарской ГСГА проходит торжественная церемония вручения дипломов. В этом году заветные красные и синие корочки получили более 500 выпускников. Бакалавры, магистры, многие из которых уже нашли работу в хозяйствах региона, они, конечно, не скрывали своей радости, вы вручали дипломы лично. Скажите об этом событии. Ну, это событие, на самом деле, для всего поселка, потому что у нас академия, да, это, скажем так, поселкообразующее учреждение, как это говорят, градообразующее учреждение. И, конечно, это событие становится событием для всего поселка. Приходят жители поселка, преподаватели, родители приезжают. И, конечно, это не просто вручение диплома, это превращается в праздник, в котором, так сказать, присутствует все. И на мирах художественной самодеятельности, и добрые, теплые слова. И, конечно же, мы напутствовали наших выпускников, желали им доброго пути, чтобы их паруса всегда были наполнены, как говорят, попутным ветром, ветрами побед, очередных успехов и достижений. Конечно, мы говорим с ними о тех возможностях, которые предоставляет УЗ в продолжении образования. То есть, если вы закончили программу бакалавриата, то мы предлагаем остаться и продолжить обучение по программам магистровской подготовки, в аспирантуру, докторантуру. У нас сегодня в Академии работают два диссертационных совета. Это по вопросам зоотехнии, разведения и кормления сельскохозяйственных животных, и по вопросам общего растеневодства, земледелия и агрохимии. Поэтому все у нас профильное, все у нас, как говорится, то, что должно сегодня реализовываться в нашем сельскохозяйственном ВУЗе. Александр Михайлович, а следующий вопрос я хотела бы спросить вас. Как вы взаимодействуете с сельхозпроизводителями, с предприятиями агробизнеса? Вот какие достигнуты договоренности? Опять же, как это действует на Академию в целом, ну и, конечно же, на студентов, на выпускников? Это наша одна из стратегических задач – выстроить эффективное взаимодействие с нашими партнерами. Это власть, прежде всего, наша федеральная. Мы являемся ВУЗом федерального подчинения. Нашим учителем является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, правительство Самарской области, как основной заказчик специалистов. И, конечно же, наши бизнес-партнеры – это агрохолдинги, это фермерские хозяйства, это предприятия, перерабатывающие отрасли. И со всеми с ними мы взаимодействуем, прежде всего, в вопросах подготовки кадров. Где-то есть напрямую заявка на специалистов, где-то они с нами взаимодействуют на этапе выпуска, ищут тех ребят и проводят собеседование, и находят своего будущего специалиста в процессе общения. И для этого у нас в Академии так называемый работает агробизнес-клуб. Когда в неформальной такой обстановке у нас есть такая интерактивная площадка, где собираются наши студенты, будущие выпускники, приезжают руководители, специалисты предприятия агробизнеса, и общаются, скажем так, как мы говорим, за чашкой чая, где они рассказывают о своем видении развития бизнеса, о том, как они туда пришли, в этот бизнес. И, конечно, этот живой диалог, конечно, он намного продуктивнее, эффективнее, чем просто такая, знаете, вот встреча в лекционной аудитории, где человек стоит за трибуной и вещает о том, что надо работать в сельском хозяйстве. Вот в таком формате, конечно, мы получаем другой эффект от этих вот взаимоотношений. И, конечно же, мы сейчас стараемся максимально создать условия для качественной, прежде всего, практики. Ряд предприятий сельскохозяйственного профиля мы сегодня позиционируем для себя как базовые предприятия для прохождения практики. Ведь сегодня не главное найти место работы, главное найти место обучения, где он получил бы практические навыки. А чтобы это место обучения, оно у нас как бы было вот оформлено должным образом, там нужно, чтобы обязательно на этом предприятии не только внедрялись высокоэффективные технологии, но там были заинтересованные руководители, чтобы они могли закрепить за данными студентами куратора в лице специалиста данного предприятия. Поэтому вот этот комплекс факторов, когда он складывается, тогда там, да, там практика. Если один из факторов не работает, ну, к сожалению, мы не можем говорить о том, что это может быть местом практики. Поэтому мы сегодня стали подходить к этому вопросу более, так скажем, внимательно, где студент проходит практику. И эти предприятия, которые мы сегодня позиционируем как базовые предприятия, они как раз и соответствуют всем этим критериям. Это, я могу даже примеры сегодня привести, это КФХ Царулева, да, это Орловка и Спокосневский район, это, конечно, такие известные нам агрохолдинги, как Биатон, это Василина. Мы сегодня с нашими коллегами, да, создали так называемые опытно-демонстрационные участки, поля в северной, центральной и южной группе районов, где могли бы наши аграрии посмотреть, какие могли бы технологии адаптированы именно к этим условиям. И это сегодня работает уже в Исоклинском районе, в Большечерниговском районе, у нас в Кенельском районе. Поэтому активно идет работа для того, чтобы создать условия и для реализации образовательного процесса, и для реализации научной деятельности наших молодых ученых и действующих руководителей, заведующих кафедрами деканов, факультетов. Плавно перешли к теме ученого совета, который, кстати, подвел итоги, грамоты, подарки получили Ваши коллеги. А вот какие бы главные достижения Вы, как ректор, отметили бы? Достижений много. За последний год я, наверное, выделю только основные такие, чтобы были моменты, были озвучены. Главное достижение, что мы открыли в этом году диссертационный совет. Потому что вот на фоне той оптимизации, которая проходит, сеть диссертационных советов по России, нам мы приложили героические усилия. И с нашими коллегами из Ульяновска, из Рязани сегодня создали объединенный совет, и который позволит, конечно, воспроизниматься тем, что мы будем готовить научно-педагогические кадры. Конечно же, наши студенты нас радуют, молодые ученые. Вот недавно буквально завершился форум Приворского федерального округа Иволга. И наши студентки стали победителями, призерами на федеральном уровне, представив свои проекты, они были признаны победителями. Это Анастасия Денисова, это Алена Лизюкова и Илья Бакулин, который будет награжден поездкой на Байконур. Они представили свои проекты, которые были оценены так высоко. И мы рады, что уровень подготовки, уровень проектных работ, которые они представляли сегодня, соответствует самым высочайшим требованиям. Александр Михайлович, возвращаясь все-таки к студенческой жизни, хотелось бы спросить, а чем живут студенты ваши? Вы столько много рассказали и о жизни в целом в УЗИ, и об учебном процессе очень интересном. Ну а как они отдыхают? Конечно же, жизнь студенческая не ограничивается только тем, что они ходят в аудитории, да, и проходят учебный процесс там. Вот, нет, конечно же. Для этого у нас созданы все необходимые условия. И в этом отношении мы даже, скажем так, можем похвалиться, что, наверное, мы одни из немногих, кто имеет два спортивных комплекса, да, имеет футбольный стадион, хоккейную площадку, собственный дворец культуры, вся инфраструктура, которая обеспечивает весь процесс быта студентов. Это пять благоустроенных общежитий, да, в которых мы можем, соответственно, обеспечить всех сто процентов. Имеется собственный комбинат питания, вот, пять учебных корпусов. Все это, вот, эта инфраструктура позволяет нам качественно обеспечивать образовательный, воспитательный процесс, организовывать быт и обеспечивать то качество подготовки, от которых от нас сегодня требует государство. Ну и, конечно, и культуру, и досуг ваших студентов. Хотелось бы еще проанонсировать все те специальности, на которые стоит обратить особое внимание. И почему сегодня нужно идти учиться в Самарскую государственную сельскохозяйственную академию? – Мы говорим сегодня о выборе специальностей всегда. И при этом рассуждаем не о том, что там есть ли бюджетное место, нет ли бюджетное место там, есть ли там соответствующая отсрочка какая-то там, да, от армии. Мы говорим о том, что вы выбираете жизненный путь. И поэтому нам очень важно, чтобы к нам пришли мотивированные ребята, которые понимают, что они свою будущую жизнь свяжут с землей, с сельским хозяйством, с селом, со своей малой родиной. И вот поэтому, кто хочет строить свое будущее на земле, те добро пожаловать в Самарскую государственную сельскохозяйственную академию. – Ну а вот, кстати, какую зарплату получают сейчас квалифицированные специалисты, чтобы понимать, на какой уровень рассчитывают жизнь в будущем? И вот насколько востребованы, кстати, ваши выпускники? – Ну, я еще тоже возвращаюсь к тому, что я уже сказал, что на этапе выписка к нам приезжают много руководителей, специалистов, различных предприятий, и, конечно, колоссальный спрос на специалистов. Особенно вот профильных специалистов, те, которые, значит, у нас сегодня обучаются по программам агрономии, агроинженерии, зоотехнии, ветеринарии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. И сегодня, конечно, мы считаем, что это одна из актуальных сегодня направлений, потому что мы видим, что сегодня государство расставило приоритеты, и сельское хозяйство сегодня является приоритетным направлением. Поэтому здесь, конечно, мы чувствуем, что у нас есть все возможности того, чтобы прибавлять. – Александр Михайлович, у нас есть время, я хочу поговорить о профессорско-преподавательском составе от педагогов, от учителей, от их квалификации. Согласитесь, немало зависит качество образования студентов. Расскажите о ваших коллегах. Может быть, с кого-то бы вы выделили особенно? – Ну, наверное, может быть, выделять кого-то особенно мне не хотелось, потому что, на самом деле, я благодарен своему коллективу за то профессиональное отношение к делу, которое они демонстрируют. И это особенно было продемонстрировано на этапе последних проверок. Мы в 2014 году проходили аккредитацию всех образовательных программ Академии в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. Буквально вот в марте мы прошли так называемую плановую выездную проверку Рособорнадзора, которая проверяла нашу деятельность и особенно акцент делала на программы экономического профиля. И, конечно, вся эта работа потребовала много сил, времени, профессионального отношения. И вот это все в полной мере мои коллеги продемонстрировали. Я им благодарен за это, за то отношение, которое они показывают. И это свидетельствует о том, что нам по силу любые задачи. А то, что там есть трудности, это, конечно, все преодолимо. Я думаю, что мы их пройдем, мы справимся и выйдем на новый качественный уровень подготовки специалистов. То, что, опять же, я говорю, сегодня требует от нас власть, требует от нас наши партнеры, сельхозтоваропроизводители, ну и требует сама жизнь. Не могу с вами не согласиться. Ну что же, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за очень интересную беседу. И по традиции программы я предоставляю вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать абитуриентам, студентам, возможно, коллегам? Пожалуйста. Дорогие друзья, я уже сказал в процессе общения о том, что многие сегодня выбирают специальности высшее учебное заведение. Я хотел бы, чтобы вы выбирали и думали о том, как это будет связано с дальнейшей вашей жизнью. Вы выбираете свой жизненный путь. И поэтому, если вы видите свое будущее, которое связано с вашей малой родиной, с землей, с сельским хозяйством, то, конечно же, мы приглашаем вас для этого в Самарской государственной сельскохозяйственной академии. И мы вместе с вами построим ваше и наше с вами будущее. Спасибо большое, золотые слова. Спасибо вам большое за интервью. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова